Левосимедан используется в Европе уже более 15 лет для лечения острой сердечной недостаточности и состояний, требующих инотропной поддержки. Препарат делает сердечную мышцу более чувствительной к кальцию, помогая ей сокращаться без увеличения концентрации внутриклеточного кальция и потребности миокарда в кислороде, а также открывает калиевые каналы, способствуя вазодилатации. Благодаря этим эффектам левосимедан полезен пациентам, подвергающимся кардиохирургической операции. Более 40 клинических исследований изучили переоперационное применение препарата, а мета-анализы показали совокупный положительный результат, особенно у пациентов с низкой фракцией выброса. Но недавно три крупных мультицентровых исследования показали нейтральный или неубедительный результат. Чтобы понять эти противоречивые результаты, группа экспертов из восьми европейских стран, включая исследователи из этих трех исследований, встретились для обсуждения расхождений. Группа экспертов рассмотрела каждое из исследований и провела поиск различий в субгруппах. В недавних исследованиях были выявлены многообещающие объективные признаки. В исследовании ликора, например, пациенты, получающие левосимедан, не нуждались в длительном назначении катахоламинов и снизился послеоперационный синдром низкого сердечного выброса. В исследовании левосимедан в группе левосимедан было меньше суммарное число смертей, меньше случаев синдрома низкого сердечного выброса и меньше потребность в инотропах. Последующий анализ данных левосимедан показал, что левосимедан может стабилизировать пациентов, готовящихся к коронарному шунтированию, АКШ, но не клапанной операции. В субгруппе АКШ около 8% пациентов в группе плацебо умерли в течение трех месяцев после операции, тогда как в группе пациентов, получавших левосимедан, летальность составила всего 2,1%. Существуют другие причины, почему левосимедан не достиг поставленных целей в недавних исследованиях. В исследовании читах приготовление раствора для инфузии противоречило действующей инструкции, что могло снизить эффективную дозу. В обоих исследованиях, Ликорн и Левоситеэс, терапия левосимеданом начиналась менее чем за один час до операции, что недостаточно для осуществления препаратом протективного эффекта. Важно, что ни одно из исследований не сообщило о росте серьезных нежелательных явлений. Последние метаанализы, включившие три крупных исследования, показали, что препарат может снизить летальность, особенно у пациентов с низкой фракцией выброса. В результате эксперты установили, что хотя три крупных исследования не смогли исключить свои нулевые гипотезы, левосимедан безопасен и может снизить летальность у пациентов, подвергающихся операции АКШ. Запланированный субанализ исследования Левоситеэс прольет больше света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok